Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Уже свыше 30 тысяч тонн зерна всего в этом году планируется убрать зерновых колоссовых культур с 82 тысяч гектаров земель. Преимущественно это будет озимая яровая пшеница, кукуруза на зерной, ячмень, овес и рапс. Растение водства в Карачаево-Черкесии последние годы демонстрирует заметный динамический рост. За последние 10 лет, по статистическим данным, валовый сбор зерна в республике возрос в два раза. Это происходит не за счет увеличения пассивных площадей, а в результате роста продуктивности гектара на основе внедрения прогрессивных передовых технологий, новой техники и новейших сортов сельскохозяйственных культур. Никто кроме нас. Сегодня воздушно-десантным войскам Вооруженных сил России исполнилось 92 года со дня образования. По традиции мероприятие прошло в парке культуры и отдыха Зеленого острова Черкеска. Альбина Ламкова продолжит тему. На торжественном мероприятии воздушно-десантных войск приняли участие не только военнослужащие, но и представители власти, а также приглашенные гости. Ветеранам крылатой пехоты вручили грамоты и памятные медали. Наш коллега-журналист отдела вещания на корчаевском языке Ахмад Чачаев тоже был удостоен награды генерал армии Маргелов. И сегодня гордится тем, что во время службы ВДВ прославленный военачальник принимал парад, в котором он участвовал. Это самый бесценный, самый даревой орден для нас. Потому что основатель воздушно-десантных войск и первым его командующим был Маргелов. Десантник знает смерть лицов. Маргелов так сказал. И мы тоже знаем. Каждый знает свое место. Я поздравляю всех с днем десантника. Для Ахмада Расуловича 92-я годовщина празднования ВДВ еще и юбилейная. 55 лет назад, пройдя жесткую комиссию, он принял присягу. И на сегодняшний день остается верен ей. Он достоин, говорит один генерал. Достоин служить в ВДВ. Так сказал. Я был рад. Очень рад. Я бросил институт. Бывших десантников не бывает, отметили на торжестве. Так как по окончании службы голубые береты продолжают свято хранить традиции ВДВ. Оказывать помощь инвалидам и семьям погибших товарищей. Воспитывать настоящих патриотов. Готовых в любую минуту с оружием в руках стать на защиту отчизны. А еще десантники – большие оптимисты. Позитив – их отличительная черта. У нас единственный народ, войск, у которого нет национальности. Мы все родом из ВДВ и батя наш Маргелов. И мы гордимся им. Мы до сих пор в душе, хоть уже старые, правда, но еще молодые. Вот на день ВДВ-дабратишка. Дай вам Бог счастья. Ценить жизнь мы на основе учили. Служил при Балтийской стране, в Литве, а потом перебросили в Кировобад, Азербайджан. Мы служили в Советском Союзе, но если родина потребуется, мы и сейчас будем послужить в России. Дай Бог всем десантникам здоровья, счастья, удачи. Также и вам всем. На торжестве назначили и нового председателя Союза десантников Корчаева Черкесии. Им стал ветеран ВДВ Александр Максименко. Когда рвался еще в Афганистан, когда срочная пришла, я был единственным ребенком мужского пола у мамы, поэтому меня не взяли. Но когда мне было уже 30 лет, тогда я уже сам решил стать десантником. И очень горжусь. Затем по уже сложившейся традиции состоялось возложение цветов у памятника основателю ВДВ, военачальнику генералу Василию Маргелову. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести, Корчаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь. Гроза в отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метров в секунду. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 7, плюс 12. Днем 26, плюс 31. В горах местами плюс 16, плюс 21. В южных районах местами высокая пожароопасность, 4 класс. В Черкесии кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 28-30 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00 Продолжаем выпуск. В честь празднования столетия Крачево-Черкесии на перевале Гумбаши составился районный конкурс косарей. Своё мастерство продемонстрировали 15 участников из всех поселений Крачевского района. Самому старшему участнику 70 лет. Репортаж Мурата Джанкёзова. У горцев коса всегда была надёжным и прогрессивным инструментом, залогом и гарантом обеспечения кормом овец, крупного рогатого скота и коней. Без косы невозможно было прокормить многочисленные стада. С давних пор, во второй половине лета, когда трава обладает наиболее полезными свойствами, в горных аулах начинался сенокос. Традиционной жеребьёвкой начался турнир, который не проводился с советских времён. Ради конкурса косарей районный отдел культуры привёз передвижную выставку народного творчества и прикладного искусства. После напутственных слов главного суди был дан старт соревнованиям. Работа участников оценивалась по нескольким критериям. Это ровность скошенного волка. Под волком не должно быть не скошенной травы. Не должно быть огрехов, где скошена. И между скошенной и не скошенной участками поля не должна оставаться ровная линия. Ну, естественно, чтобы стерня, скошенная участка была 3-5 сантиметра. Выбранный участок даже по меркам горной местности довольно трудный для сенокоса. Рельеф местности очень сложный, крутой склон. Каждому из них предстоит скосить 10 соток. Это очень сложно. Пока косари трудились, для болельщиков и гостей конкурса показали большую концертную программу артисты и вокалисты районного дома культуры. Популярные песни и зажигательная мелодия не оставили равнодушных. Многие пустились в пляс. Тем временем на поле возникла неожиданная интрига. Два часа интенсивной косьбы пока не выявили явного победителя соревнований. Двум фаворитам предстоит еще скосить по три сотки. Для них выделили чистый ровный участок и спустя некоторое время раздался радостный клич о том, что житель Верхней Мареи Ренат Дудов стал чемпионом районного конкурса косарей. Каждый день я полчаса тренировался. Каждый день, 10 дней я, каждый день, ну полчаса максимум. Утром и вечером. Победителю и призерам вручили солидные денежные призы, но главным трофеем для них стало внимание и уважение руководства района, зрителей и его жителей. Сегодня нету проигравших. Они все вот эти ребята, которые сегодня выступали, они все выиграли, потому что они нашли в себе смелость. Приехали на перевале, где высота 2050 метров, и показали хороший результат. Мы этот праздник проводим впервые. Такие праздники проводились во время СССР, но сегодня мы решили их возродить. И каждый год, в каждом ущелье мы будем проводить эти праздники. Конкурс косарей – праздник всех возрастов, а самому старшему участнику турнира пошел восьмой десяток. Силы есть, нету. К тебя хотел. А наш праздничный концерт завершает всеми любимым байклорный народный ансамбль. Могу и тейлинги, могу. Вам сколько лет? 70 лет. Как вы себя чувствуете? Нормально, Аллахашкур. В заключении большого праздника в честь 100-летия Карачаева Черкесии всех участников и гостей конкурса косарей Карачаевского района пригласили на праздничный обед. Производитель мясных продуктов «Хицунов» в Черкесии раскрыл детали масштабного ребрендинга. Бренд изменил логотип и фирменный стиль, обновил слоган. Представители предприятия также рассказали о расширении, ассортименте и стратегических планах роста компании. Смотрите подробности. Из небольшого семейного производства с объемом в несколько тонн продукции в месяц компания выросла в крупнейшего производителя колбас, деликатесов и мясных продуктов в Северокавказском регионе. Продукция «Хицунов» представлена в 10 регионах и 6 крупных городах Российской Федерации. В 2022 году компания обновила собственный производственный комплекс. Теперь его площадь составляет 1500 квадратных метров, а максимальная мощность переработки в настоящий момент – 10 тонн в сутки. В компании подчеркивают, что несмотря на глобальные изменения в бизнес-процессах, неизменным останется приверженность традициям. Буквально недавно в Черкесске впервые прошел праздничный семейный фестиваль «Хицунов» – Курбан Фэмили Фест, обещающий также стать традиционным. Алексей Курдюмов, директор по развитию компании «Хицунов», рассказал, что этот фестиваль – масштабная инициатива бренда, которая абсолютно точно отражает идею обновленного позиционирования, выраженного в слогане «Цени момент». В жизни каждого человека бывают особенные моменты, которые хочется украсить лучшим для себя и своих близких. И именно такие ценные моменты, особенные для каждого по-своему, «Хицунов» стремится разделить со своими компаниями. Когда речь заходит о восприятии бренда, в компании говорят, что стремятся, чтобы и аудитория, и партнеры продолжали воспринимать «Хицунов» как семейное предприятие, которое, несмотря на рост компании и производственных мощностей, продолжает производить продукты под тщательным личным контролем каждого из этапов, неся личную ответственность перед каждым из покупателей. Следующая стратегическая задача – расширение линейки продукции. Компания начала работу над запуском производства новых продуктов, полуфабрикатов, сырокопченых деликатесов и некоторых других видов мясных изделий. Особое внимание производитель, как и прежде, намерен уделять традиционной рецептуре, качественным и проверенным ингредиентам и стандарту халяль. Именно поэтому девизом ребрендинга и репозиционирования стал слоган «Меняем стиль, сохраняем традиции». Продукция «Хицунов» для меня важной является. Это качество, это халяльность его, это первую очередь. Это производители, производители – это Северный Кавказ, это Черкесск, это родина моя. Все, что вкусно, все, что полезно, все, что родное, я всегда буду продвигать, независимо от того, в каких объемах оно будет выпускаться. Данную продукцию, попробовав раз в Москве, я в нее влюбился, честно говоря, и в него влюбился еще мой друг и наставник Константин Иблев, что сказал, что это прям очень вкусный и качественный продукт. Именно по этой причине мы должны данную продукцию включили в наше меню в Москве, халяльные заведения, завтраки. И каждое утро люди приходят, спрашивают, вы где покупаете данную продукцию, то есть у них есть уже интерес. В среднесрочных планах компании интенсивный федеральный рост и увеличение мощности производства на 300-400%. В долгосрочной перспективе приобретение сельскохозяйственных активов, которые усилят сырьевую базу и экономику предприятия. Светлана Шаганова, Роза Ужирова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Байкеры из мото-клуба «Голден Иглс» Черкеска провели мото-пробег по республиканской столице. В мото-пробеге приняли участие и другие байкеры из Ставропольского края. Также участие в мероприятии приняли представители рок-сообщества республики. Данный мото-пробег полезен для укрепления взаимодействия с различными мото-сообществами, так и в пропаганде дорожного движения, уверены организаторы мото-пробега. Байкеры прибыли в парк культуры и отдыха «Зеленый остров», где они продемонстрировали свои мотоциклы и подробно рассказали о деятельности своих мото-клубов. Помимо этого, они напомнили собравшимся о возможности, о важности соблюдения правил дорожного движения. В этот прекрасный день собрали мото-сообщество, мото-братство, провели мото-пробег по городу, мото-джимхан на территории площадки Дирвейс. И мы хотим показать нашему местному населению, жителям Карачева-Черкесии, что в городе есть неформальное движение, неформалы, любители рок-общества, рок-музыки. Тем самым мы объединились, рок-сообщество и мото-клуб «Голден Игл», и вообще все байкерское движение. Приехали много гостей у нас, еще едут гости, еще будут дальше. В общем, покататься. Самое главное, что нас объединяет, это, конечно же, дорога. Соответственно, для нас, независимо, какая дорога куда ведет, самое главное – это путешествие. Вот, собственно, мы сюда и приехали. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова